Дивиденды в декабре. По каким российским акциям их можно будет получить? Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Это наша традиционная рубрика с обзором дивидендных отсечек на ближайший месяц. Наступил декабрь и самое время обсудить, какие компании в декабре будут платить дивиденды. Это наша регулярная рубрика и в разделе плейлисты вы можете найти плейлист с обзорами дивидендных отсечек по предыдущим месяцам и пересмотреть эти видео, если у вас будет такое желание. Теперь перейдем к дивидендным отсечкам. Начнем с некоторой вводной. Российский рынок акций за последний месяц очень сильно вырос. Посмотрите на график индекса Мосбиржи и какая большая зеленая свечка здесь была в ноябре. Собственно, такой, можно сказать, рекордный рост, особенно в пунктах, за один месяц. И несколько неожиданно это произошло, потому что обычно прогноз был, что если Байден победит, то, наверное, российский рынок акций будет под давлением. Оказалось, ровно наоборот, победил Байден и российский рынок вырос почти до рекордных значений. Формально максимум всех времен на российском рынке был в январе, это 3226 пунктов. И мы на полтора процента ниже находимся. Но если учесть дивиденды, которые были выплачены компаниями в течение года, то с учетом дивидендов российский рынок акций свой максимум всех времен уже с солидным запасом обновил. Как следствие, становится сложнее находить какие-то интересные акции, поскольку почти все акции находятся либо на локальном максимуме, либо на вообще максимуме всех времен. Но мы с вами попробуем, обсудив дивидендные отсечки. Базовая страница для обсуждения. Это на нашем сайте финсоветник.ком. Раздел «Полезная информация. Компании Московской биржи». Здесь есть список наиболее ликвидных компаний российского рынка. И можно кликнуть по странице каждой компании, перейти на страницу отдельной компании. Там уже посмотреть историю ее дивидендных отсечек. Компании сейчас платят дивиденды за третий квартал 2020 года. То есть за полный год еще рано. Год не закончился. Четвертый квартал еще идет. Но третий прошел. То есть третий, напомню, это июль, август, сентябрь. И вот за октябрь-ноябрь компании посчитали, сколько они заработали, рекомендовали дивиденды, утвердили дивиденды и назначили дивидендные отсечки на декабрь. Теперь перейдем к списку компаний. Отметим, кстати, что больше ожиданий так вот получилось. Большее количество компаний, чем лично я ожидал, будут дивиденды платить. Я думал, будет меньше. Но это в том числе может быть связано с тем, что какие-то компании откладывали в этом году выплату дивидендов. То есть мы в том числе увидим примеры компании, которые, скажем, за первый квартал или за второй ничего не заплатили. А затем за третий квартал уже какие-то дивиденды назначили. Открывает список компаний ТМК, трубная металлургическая компания. И это очень интересная компания. Потому что ранее в этом году они сначала были в районе 55-60 рублей. Затем на весеннем обвале рынков они падали в полтора раза до 40 и даже ниже. После чего объявили оферту о выкупе акций по 61 рублю. И вот видите, вот это такая резкая зеленая свечка. Это когда они объявили. Объявили они о выкупе по 61, когда акции стоили 40 с чем-то. Это была 30% премия к текущей цене. И, разумеется, вопросов ни у кого из инвесторов не возникло. Если вам предложат любые акции из портфеля купить на 30% дороже, чем они сейчас стоят. Я думаю, что вы согласитесь очень быстро. Акции подлетели и несколько месяцев как раз и были в районе 61 рубля или чуть ниже. Казалось, что все из Лондона у них делистинг. На московской бирже снижается фрифлоут. Сейчас они остатки акций выкупят. Сделают такой полный делистинг и станут не публичной компанией. Как, например, Мегафон несколько лет назад сделал. То есть я эти акции даже из списка отслеживаемых уже удалил. А потом, оп, и что интересно, они приняли дивидендную отсечку на декабрь, утвердили. Вот после, собственно, того, как прошла дата аферты, акции сначала упали до 56, а потом стали вот так резко расти. И вот здесь отсечка будет 3 декабря на 3 рубля. Ход очень интересный со стороны руководства компании. Потому что, опять же, казалось, что все. Да, как бы здесь ничего интересного для инвестора нет. И более того, было впечатление, что, наверное, текущих миноритариев не будут особо жаловать. То есть компания не будет платить дивиденды. Мол, давайте дивиденды не будем платить. Они сейчас там попродают акции по какой-то низкой цене. Мы проведем делистинг. И, собственно, все. А потом уже, когда не будет миноритариев, мы уже будем заряжать дивиденды по полной программе. Но нет, 3 рубля. И это рекордные за последние много лет дивиденды по данным акциям. Однако, конечно, рановато здесь какие-то делать выводы, что снова нужно садиться в эти акции. Потому что все-таки при текущих 69 рублях, 3 рубля, это меньше 5% дивидендной доходности. Да, там 4 с небольшим. И это все-таки как-то, знаете, не вдохновляет пока что. Плюс непонятно. А вдруг это будет какая-то разовая выплата. Вот видите, в прошлом году была тоже выплата такая разовая. До этого за 18-й год дивидендов не было. И вдруг опять будут какие-то пробелы. Такая рваная дивидендная история. Негатив для акций. А выкупа по каким-то высоким ценам не будет. Вот. Поэтому по ТМК снова стоит включить эти акции в список отслеживаемых. Но интереса по текущим ценам я здесь особо не вижу. Следующие акции. Акции Северстали. Находятся они на максимуме всех времен. Мы про Северсталь очень много и часто говорили. У нас еще одно из таких самых популярных видео. У меня сколько летней давности. Это про то, что Северсталь это стабильная дивидендная история. С дивидендами каждые три месяца. И вот собственно Северсталь выросла до максимума всех времен. Ближайшая дивидендная отсечка здесь будет через пару дней на 37 рублей. То есть такая очень вкусная отсечка. Посмотрите, что в целом это максимум по дивидендам аж с 2018 года. То есть несмотря на то, что 2020 год явно такой более кризисный, чем 2019. Они смогли по-прежнему выплачивать дивиденды очень хорошие. Другое дело, что сейчас, конечно, если брать даже последние четыре квартала, это будет чуть более 100 рублей дивидендов на одну акцию. Будет давать дивиденды доходность около 9% по текущим. И лично меня не очень вдохновляют текущие цены. Единственное, мне вот жаль, да, то, что весной, когда рынки падали, я эти акции покупал и очень быстро продал на отскоке вверх. Надо было подождать и можно было бы прибыль существенно большую получить. И дивидендов по дороге тоже. Вот, то есть на снижение эти акции брать хорошо. По текущим ценам лично я здесь большого потенциала уже не вижу. ДД 9% кажется весьма высокое. И действительно так оно и есть. Но Северсталь бывала, там, в этом году, в прошлом торговалась с ДД 13-15%. То есть относительно других компаний рынка у Северсталь сейчас высокое ДД. Относительно своей исторической доходности не очень высокое. И также отметим, что Северсталь за последние годы в среднем раз в год падала, корректировалась на 20-30%. Вот, например, в 2017 году они в полтора раза падали. Падения были и, например, вот здесь вот в конце 2018 года и в 2019 тоже. То есть не только в 2020, когда кризис падала, Северсталь. Ну и, например, в 2019 тоже под знаком падения у них проходило. Поэтому лично я здесь жду еще одного цикла падения. Если они в среднем раз в год падают, то я не против подождать, когда этот момент в 2021 году наступит. Ну и там уже планирую, если эти акции удастся зацепить там по 800-900 рублей, в них уже планирую посидеть так вот так вот именно до очень хорошей, такой существенной прибыли. Удастся это или нет, посмотрим в следующем году. Ну, дальше обсуждаем акции Банка Санкт-Петербург. Компания тоже очень интересная и своеобразная. Почему? Потому что Банк Санкт-Петербург по дивидендной истории дивиденды в этом году принял, надо сказать, внезапно. То есть, посмотрите, они за 2019 год дивиденды не платили. И в этот момент показалось, что, ну, банк там весной-летом сказал, что, извините, кризис, платить не будем. И тем самым показал, что чего-то интересного здесь нет. А потом сказал, а вот за первые 9 месяцев 2020 года заплатим. При этом заплатили они 3 рубля, точнее отсечка здесь будет через неделю. Ну, приняли уже эту дивидендную отсечку. И акции как раз тоже, вот видите, на этом подскочили. Вопрос, насколько есть потенциал для дальнейшего роста. Вообще, если смотреть на Банк Санкт-Петербург, то по финансовым мультипликаторам это самый дешевый банк на российском рынке акций. По коэффициенту PE здесь совсем мало. По коэффициенту PB он оценивается вообще в треть капитала. То есть, если смотреть, вот, сравнивать с другими банками, то здесь потенциал роста может быть и в 2 и в 3 раза. Проблема Банка Санкт-Петербург, почему он на пиках когда-то стоил там и под 80 рублей, а затем упал и в этом году был и по 40. Проблема в том, что банк не очень хорошо относится к миноритарным акционерам. И как раз, видите, чуть что дивиденды отменили. А здесь внезапно снова выплатили. И это наводит на мысль, что может быть стоит эту идею так вот рассмотреть. То есть, Банк Санкт-Петербург для тех, кто вот готов в рискованную идею вложиться, может быть чем-то таким интересным. Но тут уже не только все зависит от финансового анализа. Банк очень дешевый, даже после ноябрьского роста. Здесь все зависит от того, будет ли руководство компании продолжать платить хорошие дивиденды. От этого очень многое зависит. Это фактор не финансовый. Здесь предугадать там политику руководства трудновато. И определенные риски берутся, ну скажем так, нерыночные на себя при открытии позиций по таким акциям. Следующая акция, акции Лукойла. Вот на Лукойл мы обсуждали тоже весьма много. Акции вернулись выше 5000 рублей. При этом дивидендная отсечка ближайшая у них очень скромная. Всего лишь на 46 рублей через 2 недели будет эта отсечка. Сравните, что было за предыдущие месяцы. Тут было там 95, тут было вообще под 200 рублей. Отсечка, которая была летом, была на 350 рублей. То есть сравните, было 350, стало меньше 50. Видно такое кратное падение дивидендов Лукойла. Особенно хорошо это видно на такой столбчатой диаграмме. Посмотрите, как у них росли дивиденды. Год к году был такой сильный рывок за 19-й год. Компания еще пришла к новой див политики, что теперь весь свободный денежный поток дивидендов платится. И теперь они рискуют сильно просесть по дивидендам. Потому что 46 рублей за первые 9 месяцев будут еще дивиденды за полный год. Это дивиденды, которые, скорее всего, будут более сочными. Сравните, да, здесь за 9 месяцев 200, а потом 350. Здесь 95, потом 155. То есть у них классика, это то, что за 9 месяцев выплачиваются дивиденды поменьше. А потом уже основные заряжаются за полный год летом следующего года. Посмотрим, что здесь будет. Сейчас им, чтобы вот так вот поддержать традицию растущих уже много лет дивидендов, нужно будет следующие выплаты сделать очень большое. Есть большие сомнения, что они смогут так сделать. Но по див политики платить весь свободный денежный поток в виде дивидендов виден примерно потенциал возможных годовых дивидендов лукойла. Если мы говорим не про 20-й кризисный год, а, например, про 21-й, который уже скоро и который будет, скорее всего, явно более спокойным. Да, дивиденды за год, если будут там 500 с чем-то рублей, то это по акциям лукойла будет давать хорошую будущую, не в этом году, да, а в следующем году на хорошую потенциальную дивидендную доходность. Отметим таким образом, что пока что дивиденды лукойла маленькие. И если вы ищете акции, на которых можно было бы быстро заработать, то я бы здесь на лукойла, наверное, не ставил. Все-таки кажется, что сейчас больше над ними будет давить, вот на них будет давить текущая отсечка, которая маленькая. Но на длительном горизонте времени здесь может быть возврат и на 6 тысяч, ну а максимум у них, видите, недалеко от 7 тысяч рублей за акцию. Но это горизонт более долгосрочный, то есть это не месяц, не два, это полгода, год и вот такой будет потенциал роста, плюс вместе с дивидендами по дороге. Следующая компания, это компания X5, да, это пятерочка, перекресток и вот все прочие магазины. Здесь акции в основном росли не в ноябре, как весь остальной российский рынок, они росли где-то к октябрю, то есть наоборот за ноябрь, можно посмотреть, вот с 18 октября они даже несколько упали в цене. Дивидендная отсечка по X5, это отсечка за 9 месяцев, то есть они, видите, выплачивают промежуточные дивиденды. Это, в принципе, обычно позитивный сигнал, когда компания начинает от годовых переходить на такие промежуточные дивиденды. Текущая отсечка на 73 рубля, ну и, конечно, вот это не так вкусно, это мало, это меньше там 3% дивидендной доходности. Понятно, что они еще заплатят за полный год, но все равно, знаете, там 5-6% ДД, это не так много, не так интересно и поэтому мне акции X5 не особо как-то интересны. Следующая компания Unipro, вот здесь поинтереснее, потому что Unipro, в отличие от многих акций, которые выросли и восстановились, ушли еще выше значений до кризисных, в Unipro мы видим, что они не сильно восстановились, то есть пик у них зимний прошлого года был 3 с лишним рубля. После этого на дне они были вообще там 2,20-2,50, а сейчас 2,79, то есть в целом они стоят столько же, сколько они стоили в апреле, а с апреля сам российский рынок, американский выросли очень сильно. Дивиденды по Unipro стабильные и вполне себе такие интересные, там 11 копеек, видите, какие они ровненькие уже 3 года. Это одна выплата, значит, примерно 4%, значит, если они платят 2 выплаты в год, значит, 8% дивидендная доходность примерно. И в целом, ну вот, конечно, в идеале эти акции было бы вот лично для меня зацепить по более низким ценам, но как такая стабильная дивидендная история может быть интересна и по текущим. Ну, если вы не хотите там, не на какую-то супербольшую прибыль ориентируйтесь, хотите какую-то такую историю, знаете, понадежнее, поспокойнее, то, может быть, стоит присмотреться к акциям Unipro. На всякий случай напомню, что вы всегда принимаете сами финальное решение, что покупать или что не покупать. Мое дело это сделать такой обзор, а ваш уже принять собственное инвестиционное решение, брать или не брать. Вот по Unipro в этом плане поинтереснее. Норильский никель, который тоже в этом году отметился новостями, и новости были про экологическую катастрофу, но не помешало акциям ничуть выйти на свой максимум всех времен. Почти 23 тысячи рублей текущая котировка, и это вот столько же, сколько было вот до того, как у них там что-то разлилось. Акции себя очень достойно ведут. Почему они так сильно выросли? Ну, вот это, конечно, загадка, потому что ближайшая отсечка здесь будет через три недели. И эта отсечка на 600 рублей. Обратите внимание, отсечка за 9 месяцев. Теперь с вами сравниваем. В этом году это первая отсечка. Ну, имеется в виду по итогам результатов 2020 года, это первая отсечка. В прошлом году за первые три квартала было две отсечки. Одна на 900, почти другая на 600. То есть почти полторы тысячи рублей было дивидендом. Сейчас 600. В два с половиной раза меньше. Почему на этом фоне акции обновляют свой максимум? Честно говоря, не очень понимаю. Ну, гипотез, конечно, что цены на палладе выросли. Это один из ресурсов, которыми Норильский никель активно занимается. И может быть, инвесторы закладывают какую-то будущую дивидендную доходность. Но отметим, что это несколько нестандартно. На российском рынке намного чаще инвесторы смотрят на то, что вот сейчас в ближайшее время. А по Норильскому никелю понятно, что ближайшие дивиденды уже в два с половиной раза упали. За остаток год тоже будут небольшими. И большие, может быть, только уже по итогам 2021 года. Но, может быть, тот смотрит на длительный промежуток времени. Меня Норильский никель по таким ценам не интересует абсолютно никак. Фосагра. Вот здесь произошел рост дивидендов, при этом весьма существенный. Дивидендная отсечка через три недели на 123 рубля. Это исторически рекордные дивиденды. Посмотрите, что у Фосагра там дивиденды были 20-30 рублей. Ну, потом они перешли к квартальным дивидендам. И тоже вот видим, 78 рублей была отсечка летом. Рекордная на тот момент. А здесь 123 рубля. Фосагра это вообще одна из немногих компаний такого, скажем, классического бизнеса, которая по бизнесу выросла в этом непростом году. Понятно, что какие-нибудь IT-компании выросли, потому что многие стали больше сидеть дома. И вообще интернет-сервисы выросли по аудитории. Но вот Фосагра, это же не интернет-компания, да? Они там удобрениями занимаются. И они тоже смогли вырасти. Что, кстати, очень круто. И при этом, если брать вот здесь дивиденды 123, 33, 78, 18, то есть сложить дивиденды за последние четыре квартала, то получается весьма вкусно. Там получается порядка 250 рублей, это будет давать ДД порядка 8% на данный момент. То есть даже с учетом того, что акции вот так вот уже существенно выросли, потому что на дне весеннем они были 2000 с небольшим, а сейчас 3000 с небольшим, все равно здесь что-то интересное вполне может наклевываться. Особенно учитывая, что 123 рубля дивидендная отсечка будет в декабре. Поэтому эти акции, которые вот мне казалось, когда они были там 2700, 2800 неинтересными, сейчас, когда они выросли до трех, что более важно, еще и дивиденды так сильно выросли, они мне показались более интересными. Поэтому я буду за ними очень внимательно следить и думаю в том числе о покупке. Следующая акция тоже интересная. Ну, на самом деле, так получается, что по многим акциям какие-то новости были. Норильские никелекологические катастрофы, Детский мир, тоже новости про то, что один из фондов, может быть, выкупит акции по 160 рублей, при этом такой весьма большой пакет. На этих новостях акции, видите, большущим таким гэпом отреагировали. Ну, при этом, если вот вопрос, а можно ли был на этом гэпе заработать, да, они сразу после, значит, объявления новости выросли со 120 примерно до 140 рублей. Сейчас страничку вот так вот обновим. А, инвестинг, прошу прощения, время записи видео, видимо, значит, временно закрылся на, значит, техподдержку. Так вот, когда вот вышли новости, что они по 160 рублей хотят купить, Детский мир сначала был 120, быстро сразу гэп на 140 и даже 150 было на пике. Но здесь, когда акции после этого от 150 упали до 130, 640, сначала я подумал, да, вот сейчас 136, хотят их купить по 160, да, нет ли здесь идеи заработать? Мы же видим, что разница там уже более 10%, там порядка 15 до центов, которым хотят купить. Но, очень странный момент хочу отметить по Детскому миру. Вот мы с вами читаем новости ноябрьские, что есть некоторый фонд, который хочет купить 30% Детского мира. И вот здесь очень полезно историю вспомнить. Дело в том, что ранее в этом году, и не когда-то там, а вот тоже осенью, были уже новости про Детский мир. Но тогда из капитала Детского мира выходила система. И если посмотреть вот размеры долей, то там 20% и еще там 4 с лишним, то есть суммарно 25% Детского мира было продано. Продано примерно в районе рыночной цены. И теперь, внимание, вопрос. А где вот этот вот фонд, который сейчас хочет купить по 160, где он был, когда Детский мир продавался там 2-3 месяца назад в полтора раза дешевле? Почему они не выкупили сопоставимый? Они хотят 30, там продавалось 25, продалось недавно, они могли бы там какую-то премию там не по 160 купить, я думаю, что и по 120 они бы с удовольствием им продали бы эти бумаги. Возникают вопросы, почему они, ну то есть они, видимо, если действительно хотят Детский мир купить по 160, не допустили ошибку, переплатив там большие деньги, просто потому что они на пару месяцев раньше не спохватились. Но отсюда вывод, что может быть на самом деле здесь какого-то выкупа по 160 и не будет, может быть это окажется, ну, каким-то слухом или неподтвержденной информацией, или сделка в итоге не состоится. Поэтому Детский мир, который сейчас стоит 136 при цене выкупа 160, про которую все СМИ пишут, мне не кажется интересным пока что. Ну, а понятно, что сейчас будут играть новости в первую очередь именно про вот этот вот возможный выкуп. Хотя вот по более низким ценам, да, есть к чему присмотреться, потому что дивиденды 5-рублевые, 5,08, за 9 месяцев 2019 года было 5,06. То есть Детский мир может снова наскрести рублей 10 дивидендов по итогам года, и покупка, скажем, по 110 рублей или по 100 рублей в идеале меня бы очень сильно заинтересовала. По 130-140 очень рискованно, да, фонд может либо выкупить, либо нет, они могут действительно скатнуть на 160, а могут опять провалиться на 120 или на 110. Меня не очень радует перспектива играть в рулетку, я лучше подожду, будет там 110, прикуплю, не будет, ну, ладно, прикуплю что-нибудь еще. НЛМК, еще один металлург, здесь ситуация очень похожа на ситуацию с Северсталью, то есть по Северстале дивиденды такие локально рекордные, по НЛМК тоже. То есть больше, чем сейчас, 6,43, с отсечкой через 3 недели, компания платила тоже там в 2019 году, и до этого, собственно, почти даже не было таких крупных выплат квартально. Что тоже очень круто, но акции уже, судя по всему, свой рост реализовали. Я тоже же акции НЛМК в этом году продал, правда по ним получилось, да, то есть получше, подольше удалось посидеть в них, чем в Северстале. Меня это вполне себе порадовало, то, что НЛМК ушло на 200. С одной стороны, жаль, потому что я продавал дешевле, с другой стороны, еще не вечер, НЛМК тоже, посмотрите, какой здесь был цикл. В 2018 году пик 185, затем здесь дно было 100. То есть эти акции тоже имеют циклы и роста, и снижения, и вполне может быть, что сейчас у них опять же локальный цикл высоких дивидендов, который сменится циклом более низких дивидендов, и акции на этом тоже упадут. То есть, как говорится, еще не вечер, хотя, наверное, не раньше, чем через полгода могут быть здесь какие-то привлекательные цены, по крайней мере, лично для меня. Ну и последняя компания, это компания Газпромнефть, да, вот к нефтегазу тоже вернулись, у нас Лукойл из нефтегаза, Газпромнефть тоже. Здесь дивидендная отсечка всего лишь на 5 рублей тоже через 3 недели. Отметим, чтобы по Газпромнефти произошло снижение дивидендов весьма сильное, ну, учитывая, что название Газпромнефть, а цены на нефть в этом году сильно упали, неудивительно. Вот, 5-рублевая отсечка при текущих акциях по 320, конечно, не дает акциям какого-то потенциала локального. То есть в этом плане, скажем, покупать акции Газпромнефти, как и Лукойла, как и нефтегаза, чтобы надеяться на какую-то быструю прибыль, это не самая хорошая идея, потому что акции уже, как бы, да, падали и от падения частично восстановились. Но вот к своим пикам, которые были там 400 с чем-то акции, если вернуться, то вернуться не так скоро, потому что для этого нужно восстановление цен на нефть, чтобы у них восстановились дивиденды. Пока что мы видим, что за 2020 год дивиденды, скорее всего, будут сильно ниже, чем за 2019, поэтому стоит ориентироваться на 2021 год, ну и это скорее что-то для долгосрочных инвесторов. Учитывая, что лично я думаю, что нефть мы еще увидим в ближайшие годы существенно выше, чем она сейчас, долгосрочно это что-то интересное. То есть они могут и на 400 вернуться, и на 450, но вопрос ожидания, да, то есть это вот история, где мы там, вот лично я не ожидаю роста в ближайший там месяц или два какого-то сильного, ставлю на долгосрочную какую-то историю. Вот, и еще такой комментарий напоследок, да, вот мы с вами смотрим акции и около десятка посмотрели в этом видео, часто очень приходим к выводу, что пока что такого суперинтересного чего-то нет. Случайно ли это? На самом деле не случайно. Почему? Потому что сам по себе российский рынок акций, во-первых, весьма сильно вырос, видите, уже 390, ровно в проценте от максимума всех времен. При этом цены на нефть, ключевой ресурс для российской экономики, для российской компании, на российском рынке нефтегаз, это самый крупный сектор, цены на нефть находятся все равно сильно ниже, чем в прошлом году. Посмотрите, что сейчас, да, все говорят, нефть восстановилась до кризисных значений, но все равно, да, вот в феврале минимальное значение по нефти было 50, а мы сейчас ниже 50. То есть это восстановление только к началу марта, плюс посмотрите, что было в 2019 году. На 2019 год там 50 с чем-то, 60 с чем-то, на пике 75, то есть разброс 50-75. В этом году мы пока что видим разброс 20-50, то есть кратно ниже нефтяные цены, то есть чуть ли не в два раза в среднем, ну там в полтора так точно. Поэтому дивиденды по компаниям снижаются и средняя дивидендная доходность российского рынка сейчас из-за роста рынка тоже весьма сильно снизилась, она все лишь 5 с чем-то процентов. И вот эта история, что по акциям дивиденды больше ставок по вкладам, ну как бы она вот постепенно схлопывается, да, потому что рынки очень сильно выросли. И если вклады сейчас есть под 4 плюс-минус, то дивидендная доходность рынка 5 плюс-минус, и уже не такая ситуация, что вклады под 4, а ДД средняя там 7 или 8. Вот этот зазор схлопывается, и поэтому интересных акций становится меньше. Кстати, это одна еще из причин, почему может быть какое-то снижение, ну в декабре пока что все спокойно, но где-то в первой половине 2021 года может быть еще что-то увидим из снижений, и тогда увидим намного больше интересных историй, чем сейчас. Ну или цены на нефть вырастут, дивиденды восстановятся, или рынки упадут, цены по каким-то акциям будут поменьше. Словом, я чего-то жду такого на рынке, чтобы поинтереснее акций стало, интересных акций стало побольше. Надеюсь, этот обзор был для вас интересным и полезным. Лайк, подписывайтесь, комментарий, колокольчик не забудьте, пожалуйста, в комментариях пожелания по темам последующих видео. Большое спасибо за внимание, желаю вам успешных инвестиций.